МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа о главных новостях Чувашии. Прямо сейчас в студии Татьяна Молокова. Вода и пламень. Чрезвычайная ситуация в городе, безвыходная у людей. Что делать тем, чьи квартиры непригодны для жизни после вчерашнего пожара в Новочебоксарске? Псевдоученые и любители мистики дают советы о вакцинации. Врачи называют это бредом. Как назвать тех, кто верит? Дошли до мультиков. Как поддержать художников и можно ли творческую натуру вписать в таблицу бюджетного проектирования? Глава Чувашии Олег Николаев провел экстренное совещание в связи с пожаром в жилой пятиэтажке в Новочебоксарске. Профильным ведомствам, Минздраву, Госкомитету по чрезвычайным ситуациям и Минстрою даны указания принять все необходимые меры, чтобы люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, получили всю необходимую помощь и поддержку. Напомню, пожар произошел вчера в половине шестого вечера. Пришлось эвакуировать больше полусотни человек. Борьба с огнем длилась до поздней ночи. По данным МЧС, обошлось без жертв и пострадавших. Сегодня утром на место пожарища выехала наша съемочная группа. Екатерина Шиверова только что вернулась из Новочебоксарска. В 17.47 сообщение о пожаре. В 17.50 в редакцию программы уже поступают первые кадры с места ЧП. У горящей пятиэтажки работает репортер Нелли Юрявичус. Люди еще не знают, что произошло. Никто не хочет говорить, кем плачет. Очень много людей и очень страшно. Много дыма. Позже станет понятно, горит только чердачное помещение. На месте работают 75 пожарных и 31 единица спецтехники. Вообще дым прямо. А вот здесь прямо пылал, горел. Вот с этой стороны. Мы там видели только. Еще где-то в каком-то месте еще было, говорит. Вот здесь. Они долго тушили. Пол-двенадцати, около двенадцати. Еще пол-двенадцати никак не могли потушить. Станислав Чернов, когда начался пожар, был дома. Его квартира на пятом этаже. Выскочил в одних шортах и медицинской маске. Я вчера этот ремонт делаю, как раз уже закончил почти. Что-то смотрю, свет моргает. Я думаю, у меня что-то вилка. А там, оказывается, раз, что-то взрыв на крыше. Потом думаю, вот, наверное, что-то загорелось, задымилось. Думаю, проводка, наверное, не выдержу. Смотрю, в окно выглядываю, пожарные. И пошел, выбежал быстрее. Когда пожар был потушен, пришлось проливать деревянные покрытия. Дом старый. В итоге пострадали квартиры даже на первом этаже. Вот как выглядит после пожара одна из них. Огня и дыма здесь не было. Зато были потоки, пропавшие пожарищем воды. Вода капает. Ламинат весьма сбух. Испортился. Выкидывается, сделка наделась. Обои отклеиваются. Забрать вещи людей пускают только по спискам, под присмотром сотрудников полиции, чтобы избежать мародерства. С собой только самое необходимое. В ожидании своей очереди на посещение дома только и разговоров. О причинах случившегося – одни догадки. Я думаю, это проводки. У меня, потому что в этот день, у меня где-то часа три. Вот у тебя тоже давали. Часа три-четыре у нас телевизор начали выключаться. Выключается? Я выключаю. Потом включаю, опять. Где-то замыкание уже началось. А когда все с работы пришли, начали включать там электроприборы, все-все. И, наверное, проводка не выдержала, и все сгорело. Есть и те, кому теперь вообще некуда возвращаться. Люди расселяли в общежитии политехнического колледжа. Временно, к началу учебного года, комнаты придется освободить для студентов. Сейчас сформируем списки тех, кто нуждается именно во временном проживании. Значит, у нас определены, значит, это две базы на территории, значит, санатория «Надежда» и санаторий «Солампьи». Да, сейчас выясняется, насколько сейчас мест в наличии. Поскольку там можно будет беспрепятственно обеспечить трехразовое питание. Администрация Новочебоксарска организована работа горячей линии. Вопросов много, но все их можно свести к одному. Как бы, чрезвычайное происшествие, вы оттуда эвакуировали. Здесь и дети, и женщины какие-то, да, там. Как бы, им надо что-то есть, жить где-то, да. Уже сегодня решается вопрос о материальной компенсации по горельцам. Юридическая служба отрабатывает вопросы о возможности выплат материальной помощи. То есть все меры, предусмотренные законодательством, непременно будут выполнены. Сроки регламентом установлены в течение 10 дней. То есть мы должны определиться со списком людей, которым положены эти материальные выплаты. Также с завтрашнего дня планируем комиссионно выходить в каждую квартиру, чтобы установить ущерб. Организовано проведение проверки по данному факту. Уже сегодня проведен осмотр места пожара. Изъяты вещественные доказательства с места пожара. Это электропроводка и также другие вещественные доказательства. Сегодня уже назначено проведение пожаротехнической экспертизы по установлению причины пожара. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. По некоторым данным у следователей есть вопросы к управляющей компании, которая обслуживает дом и местной администрации. Екатерина Шеверова, Георгий Кривошейн, Республика. Жару сбило льдом в прямом смысле слова. В Ядренском районе выпал град размером с рублевую монету. Температура воздуха резко упала. В социальные сети стали выкладывать видео, в комментариях много тех, кто был рад временному похолоданию. А вот авторы ролика, который прислали в нашу редакцию, говорят об обратном. Огородники подсчитывают убытки. Сегодня 14 июля. Посмотрите. Град. Ураган. В регионе сохраняется высокий уровень погодной опасности. При этом метеорологи прогнозируют грозовые фронты, прохождение которых будет сопровождаться ливнями и шквалистым ветром. Поэтому людей просят соблюдать осторожность и ни в коем случае не прятаться от грозы под деревьями. И богатырь не помог. Жители Батарева в шоке и в неудумении. Кто-то в Армурске разворотил стелу на въезде в село. Фонари архитектурного освещения выдраны из земли, что называется с корнем. Лампы разбиты, то есть действовали потехи ради. Ничего красть явно не собирались. Следы там, ну то, что это все побито, это не сейчас прям произошло. Видно, что там осколки уже напачкали, несвежие изломы вот эти все, да. Ну плюс меня в две недели не было вот в России. И вот я увидела, я поняла, что это намеренно прям сделано было кем-то, какими-то лицами. На место вызвали наряд полиции. Правоохранители осмотрели изуродованный обелиск «Звезда Победы». Металлические символы взрезаны каким-то острым предметом, словно бумажные. Ну тут, видимо, о чем-то прям ударяли. Сейчас ищут вандалов и может грозить 243-я статья Уголовного кодекса за свернение стел и обелисков воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Санкция до пяти лет лишения свободы. Все разумные доводы за разбиваются ненаучными против. Мифы о вакцинации гуляют в сети и молниеносно разлетаются. И все так называемые диванные эксперты до хрипоты спорят с учеными и врачами об эффективности противоковидных вакцин. В результате общественная палата Чуваши буквально была вынуждена провести круглый стол. Разрушители мифов и легенд привели научные факты, подкрепленные разумными аргументами. Один из первых мифов – вакцина влияет на здоровье будущих мам и пап. Ильдар Абызов, главный врач БСМП, утверждает – это досужие домыслы. Все те виды вакцин, которые сейчас есть в нашем арсенале, они не вызывают болезнь. То есть они не запускают патологический каскад. В том числе и не запускают повреждения сосудистого рост. Поэтому, конечно же, после вакцинации ни в коем случае не следует ждать, и мы видим интерспективно, этого и нет, каких бы то ни было влияний на репродуктивную систему. Еще один миф – иерархи Русской Православной Церкви не дали благословения на вакцинацию своей пастве. Те, которые говорят, что не будут прививаться по религиозным соображениям, они либо не сведущие в вопросах религии, либо просто лукавят. Потому что мы-то как раз призываем прививаться. Есть мнение, что вместе с вакциной человек вводит лошадиную дозу вируса и смотрит, заболеет или нет, выживет или нет. В Госдуме рассматривают закон об уголовной ответственности за такие сказки. Вакцинация заболеть невозможно. Но, к сожалению, бывают ситуации, когда после первого укола человек заболевает. Это почему происходит? Потому что человек пришел на вакцинацию, он хорошо себя чувствует, но он уже был как бы носителем вот этого вируса. Или он последние 5-7 дней встречался с кем-то, контактировал с болеющим ковидом. То есть, ведь вирус попадает, когда в организм заболевания не сразу развивается, а инкубационный период проходит до 14 дней. Вот, видимо, он прибился во время инкубационного периода и после вакцинации может заболеть. Такие риски есть. Участники круглого стола прекрасно понимали, что анонимные всезнайки с глобальной сети назовут их позицию пропагандой и попыткой зомбировать человечество. Но только наука 21 века не позволит всем нам оказаться в веке пещерным, когда интернета никакого не было. О страшилке у костра уже рассказывали. Прививаться ли тем от коронавируса тем, кто переболел даже в тяжелой форме? Правда ли, что вместе с вакциной вживляют электронный чип, а после введения препарата люди начинают притягивать железо? Кому необходима повторная вакцинация и как уберечь от ковид-19 беременных женщин? Ответы на самые волнующие вопросы о вакцинации о коронавирусе. Завтра, 16 июля, в 10 часов по московскому времени на прямой связи с жителями республики заместитель председателя правительства Алла Салаева, министр здравоохранения Владимир Степанов, главный врач Центральной городской больницы Татьяна Маркелова. Самая актуальная и оперативная информация из первых уст. Остановим ковид вместе. Телефон прямого эфира 56-5105. 24 июля завершается прием заявок на участие в республиканском конкурсе «Управленческая команда-2021». Конкурс позволит проявить свои организаторские способности, показать компетенции и креативность и выявить наиболее талантливых управленцев. В этом году «Управленческая команда» проводится во второй раз. Полезное и интересное событие, потому что я посмотрел, увидел свою республику. Я прошел по конкурсу в общественный совет при Министерстве экономического развития, участвую в некоторых мероприятиях. Я больше стал знать, как у нас все работает, оценил сложности, которые имеются, и тот масштаб вызов, который стоит перед регионом, перед развитием экономики. Я советую каждому тоже попробовать свои силы и пройти этот путь до конца. В Чебоксарах на 31-й региональной конференции партии «Единая Россия» утвердили список кандидатов в депутаты Госсовета Чувашии. Их уже поддержали жители республики на предварительном голосовании. Теперь кандидатам необходимо доказать свой профессионализм и готовность работать. В предварительном голосовании за кандидатов в депутаты Госсовета Чувашии приняли участие более 180 тысяч избирателей. Это позволило сформировать команду, в которую вошли представители разных сфер деятельности. Врачи, учителя, волонтеры, бизнесмены, политики. Партия движется в правильном направлении. То, что кандидаты представительные, люди авторитетные, дает возможность полагать, что будут очень хорошие результаты. Ну и очевидно, это для меня лично, как для главы региона, это также возможность быть уверенным, что эти люди также будут ответственно работать и в качестве депутатов, представителей народа, представителей партии, парламенте, для того, чтобы достичь тем масштабной задачи, которую мы для себя наметили на ближайшие годы. В новой команде немало новых лиц. Каждый – профессионал в своем деле. Это позволит партии реализовывать поставленные президентом цели и задачи. Здесь как раз и важно, чтобы в основе было вот это служение, умение слышать действительные просьбы жителей. Возможно, иногда они совершенно просты и потребуется всего лишь шаг, чтобы помочь и решить. А некоторые лягут в основу программы, которая, безусловно, будет народной. И главная задача – это служить, служить жителям республики. Программа, которую разрабатывает «Единая Россия», по-настоящему народная. Мнения людей учитываются неформально на бумаге, а становятся, по сути, руководством к действию. Мы, во-первых, на встречах с нашими избирателями собираем эту программу. Обращение наших граждан через общественные приемные партии, через социальные сети, через нашу платформу, партийный сайт. То есть мы огромную-огромную программу собираем. Это приоритеты наших жителей, наших людей. Это то, над чем мы сфокусируемся сразу после выборов. Народную программу должны утвердить в августе на 20-м съезде партии «Единая Россия». Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. По итогам 2020 года Цивильскому району присужден грант главы Чувашской республики. За первое место район получил 12 миллионов рублей, на что будут направлены деньги. Вода в крайне, спортивная площадка, сельхоз, ярмарка и общественный туалет в парке. Все это в качестве приза за хорошую работу. Грант главы региона. Цивильск станет еще цивильнее. 12 миллионов рублей на самое нужное и приятное для горожан. Первое – это, конечно, водоснабжение. Вода – это жизнь. Вопрос вообще водоснабжения стоит на повестке сегодня во всей республике. Сети изношены многолетние. Мы направляем чуть более 5 миллионов средств гранта на реконструкцию участка водоснабжения Рынинского водозабора. Почти половину гранта выделили на обустройство площадки в микрорайоне Южный-1. 5 миллионов 260 тысяч рублей уйдет на создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Проект после общественного обсуждения. В молодом микрорайоне молодые жители. Многодетные семьи. Подарок для всех сразу. Если за две недели, к 15 августа, мы в лучшем случае подготовим площадку, а к 1 сентября, к началу учебного года, пусть даже к 15 сентября, мы поставим в этот комплекс, это будет очень хороший подарок городу. Один миллион рублей. Именно столько выделяют на строительство общественных туалетов в Александровском парке. Старые пластиковые межо заменят специальный комплекс. Тепло, светло и приятно пахнет. На оставшиеся 60 тысяч соорудят площадку для торговли местными овощами и фруктами. Выделение гранта, это осуществляется по целевому направлению. Все деньги будут на контроле администрации, выполнение проектов по использованию денежных средств гранта. Сейчас все проекты на стадии разработки, но завершить их планируют в самое ближайшее время. Анна Сантовская, Маргарита Мельникова, Николай Скворцов, Республика, Цивильский район. Деньги в землю аграрии региона могут рассчитывать на финансовую поддержку власти Республики при покупке сельхозтехники. В рамках Дня поля попытались выработать дорожную карту, которой будут придерживаться при обновлении спецпарка. Рифат Фаткулин выслушал тех, кому нужна помощь и тех, кто должен сделать. Оказалось, чрезвычайно непростой выбор между СиЭлкой и трактором. Тракторы, зерноуборочные, кормоуборочные комбайны, навесное и прицепное оборудование. Сегодня в сельском хозяйстве вроде бы как не кадры, а техника решает все. Хотя аграрии признаются, действительно все решают деньги. Правительство региона выиграло федеральный грант. Эта сумма составляет 455 миллионов рублей. Такую сумму мы получили по итогам деятельности за прошлый год. Из этой суммы 250 миллионов рублей мы приняли решение направить дополнительно на такую форму поддержки. 637 единицы закупленной в этом году сельхозтехники на самом деле в перспективе тысячи тонн собранного зерна и кормов. Гектары вспаханной земли и миллионы накормленных людей по всей стране и за ее пределами. Техническая революция под именем инновация. Новые технологии на решение старых проблем. На мой взгляд это будет более правильный подход. То есть в целом мы за два года достаточно хорошо в этом плане приросли, но нам надо развиваться дальше. Развитие аграрного сектора – приоритет государственный. И в регионах прекрасно понимают, что сделать большое общее дело можно только, если самое маленькое фермерское хозяйство будет понимать. Они никакой не винтик, они и есть механизм. Рифат Фадкулин, Алексей Зотиков, Андрей Жоклев, Республика. Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами, сказал русский и советский литературовед Лев Озеров. Как помочь юным художникам и музыкантам пробиться в профессиональную среду? Как удержать таланты на родине и найти им достойное применение? Вадим Муравьев выяснил, как широкая творческая душа умещается в узкие рамки бюджетного проектирования. Татьяна Серебрякова – молодая художница. Она и еще 44 живописца выставили свои работы в Центре современного искусства, в каждой индивидуальной видении мира. И его толкованием. Хотелось передать, что нет горизонта определенного. Каждый мы оставляем след на этом пути, а этот путь – бесконечность. Такие выставки – возможность для молодых художников. Кто-то, глядя на чужие работы, находит вдохновение для своих. Кто-то узнает о новых тенденциях в искусстве. А кто-то получает возможность взглянуть на свои картины свежим взглядом. Для художника праздник – это всегда очень интересный момент, потому что ты видишь свою работу со стороны, ты анализируешь, ты видишь свою работу в новом пространстве. И это всегда такой опыт именно осмыслений. Увидеть себя со стороны, увидеть среди такой же молодежи, увидеть, как ты пишешь, как пишут твои собратья. Татьяна преподает в Чебоксарском художественном училище, одной из ступеней профессиональной подготовки. Промежуточное звено между школой искусств и вузом. Зачастую знаний, полученных здесь, достаточно, при наличии таланта и трудолюбия, для головокружительной карьеры. Выпускницы школы имени Юрьева работают ни много ни мало в студии Дисней, мультипликаторами. Их умения и креативный подход так высоко оценены на Западе, но так нужны на родине. Вернуться из-за океана они вряд ли захотят, да и нужно ли это. Дистанционка – это не только про эпидемию коронавируса, это про пространство без тысяч километров и часовых поясов. Для вашего направления неважно территориально, где находится человек. Он может быть, да, совершенно спокойно учиться, да, в раблевом российском вузе, да, или работать, и получать заказ и работать на республику. Главное, чтобы мы знали о том, что это наши ребята. Вот мне кажется, что как раз профессия, да, художника и все, что связано с этим направлением. Место расположения вообще вторичное. Талант, он мирового масштаба. Таланты мирового масштаба нужны и другим отраслям. Минцифры Чувашии ищут дизайнеров и декораторов. Всех, кто сможет визуализировать то, что еще вообще никто и никогда не видел. Ждут таких и в архитектуре, и в городском хозяйстве. Работы достаточно. Одна программа создания комфортной городской среды. Десятки вакансий. Проекты от детских площадок до креативных пространств. Нам точно не хватает какого-то, ну, креативного пространства. По сути, всем художникам что нужно? Нужно дать возможность бесплатно доставляться. Нужно дать возможность занять себя и собрать вокруг себя клуб единомышленников. Да, вот у меня, например, сейчас пойти такая же тема. Нам просто нужно где-то всем объединиться. Возможность заработать. В Чувашии 12 творческих союзов. В них мастера своего дела. Те, кто давно в профессии. Только передавая свой опыт и знания, они смогут вырастить себе смену. Чтобы талантливые дети смогли найти себя и сами не потеряли. Вадим Уравьев, Татьяна Раевская, Григорий Кривошейн, Республика. Новичбоксарск принимает участников пятой летней спартакиада молодежи. Сегодня в третьей школе Олимпийского резерва разыгрывают комплект наград по вольной борьбе среди девушек. На турнир приехали борцы из 39 регионов России. Республику Чувашию представляют пятеро спортсменов в разных весовых категориях. В финальной соревнованиях пятой летней спартакиады России среди молодежи выступает Илья Андреев в весовой категории 61 кг, Сергеев Еремей 92 кг, девушка Максимова Анна, Александрова Виктория. К сожалению, у нас не выступает Яндошкина Анастасия. По результатам третьего дня соревнований Еремей Сергеев завоевал бронзовую медаль весовой категории 92 кг. Уже сегодня за Чувашию будут выступать Анастасия Максимова и Виктория Александрова. Александрова Виктория борется в 50 кг, вышла в финал, находится в оптимальной форме, тренировались, готовились. Надеемся, хороший результат. Ковер покажет, является мастером спорта, неоднократная призерка первенства Европы среди кадетов и мира. И в этом году выиграла первенство России среди юниоров в городе Нарфанинск. А я, Татьяна Молокова, с вами прощаюсь. Берегите себя и до встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА